здоровенькие ребята вы на канале ford mac ну что же как умерли казаки на самом деле печальная история о таком вот альманахи мультфильмов который запал мою душу до сих пор у меня лежат оригинальные кассеты с казаками как одна деви дишка по моему там был сборник мультиков и среди них были все серии казаков как раз таки от казаков когда они там первая серия как казаки кулеш варили и последний как казаки якузаки это хоккей играли но давайте узнаем что же нам поведает наш замечательный автор имя которого если я произнесу то у меня язык просто свернется в так вот эти трубочку свой арки надеюсь правильно произнес погнали чё пацаны казаки ну ладно может эти казаки ой блять нет здесь просто ассоциация все-таки действительно с тем пародийным роликом и где там был один замечательный ведущий это все все я просто не туда нажал до я так скучаю по вам дорогие с чего бы начать пожалуй с того что казаки это один из тех мультфильмов которым нет ни единого слова внезапно да и подобных мультфильмов не то чтобы много особенно таких которые при этом не были бы убогими по крайней мере из того что я смотрел например вы должны помнить замечательный чехословацко чешский мульт про крота который так и называется крытик ну в смысле крык 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 крысик маленький крот блин ну я так и сказал или польский мультсериал про псорекса в котором также нет ни единого слова но при этом есть довольно содержательные диалоги и вообще в отличие от крота который в каждой серии изображает невдублены шарикши не уступает даже мистеру серию снески по количеству титулов полиглот актер санитар пожарник рыбинзон домосед и дофиге еще чего не хватает только специалист по разделке рыбы нельзя не упомянуть про советский мультфильм шайбу шайбу где также нет слов но зато есть на самом деле это очень сложная задача сделать него персонажа который своими эмоциями поступками может понравиться человеку настолько что ему эти диалоги знаете покажутся краски лишними примерно как 100 мэм и джерри что мы всегда привыкли что они либо говорят знаете очень мало в таких эмунистических целях его просто молчат и выражают своими эмоциями когда выпустили мультфильм в котором они болтают блин безумку это ощущалось адски инородно будто вы смотрели как бы сказала замечательный бомж ёбаную фальшивку и мультов про крота и рекса истории про казаков сильно выезжают за счет визуала динамичная анимация приправленная звуковыми эффектами и ну просто колоритнейшим саундом на фоне да грамм но тут нечему удивляться учитывая что эти мультфильмы создала та самая замечательная студия подарившая нам остров сокровищ киев научу фильм это блять настоящая кладезь шикарных мультов это не только остров сокровищ там честно пока вы будете это перечислять у вас язык отсохнет но это вы и так знаете а вот о чем вы скорее всего не в курсе впрочем как и я до недавнего времени так это о том что в 2016 и 18 годах студиями барабаны украни мы фильм соответственно были сняты новые приключения казак простите что к в голливуде и не только которые я теперь не могу развидеть чтобы окончательно не поехать кукухой от увиденного хочу пробежаться по старым казакам дабы понять как вот это превратилось вот в этого то вам нормальные мальчики я имел ввиду вот это хотя по-моему одна херня как казаки кулеш варили самый первый самый непохожий по стилистике мульта казака очень на самом деле сейчас буду смотреть очень непривычно то что эти вот черты лиц вот эти вот жутковатые звериные слегка рожи то есть даже у казаков я не знаю вызовет как странное ощущение правда эти толстые контуры и в целом очень сильная непривычность особенно когда были на один из казаков спрятался под рыбой то есть буквально просто под рыбой из тех что сделаны в советское время так как это первое серия из 9 то получается в ней нас должны познакомить с главными героями но на деле выходит так что основное трио больше раскрывается в следующих эпизодах кроме того я узнал что у них оказывается есть имена чтоб серьезно у них есть имена долговязый казак с пышными усами это грай выделяется на фоне остальных казаков своей рассудительностью и роскошным красным кафтаном намекая нам на то что он атаман этой казачьей банды туру здоровенный бычара загрозной внешностью которого скрывается сентиментальный добряк несмотря на свои габариты он самый младший из этого трио судя по его стрижке в те времена чуб нужно было либо заслужить либо он автоматически открывался по достижению определенного возрастного уровня ока безбашенный юрки малый который за любой такие очень непривычные имена но колоритные однако приятные на самом деле только сейчас понял что мне по факту отчасти напоминает их взаимоотношения астерикс и абиликс только трио только вот не не встречается ока и играй это астерикс только разделенные два на двое то есть его рассудительность и его юркость вот я не знаю мне просто реально вот я долго не мог понять что напоминает кроме голодовки в любой непонятности они по они не могут зайти я не буду я не помню ни одного человека которому не заходил бастерикс и абиликс ситуации летит на пролом с криком случается сюжет первого эпизода хорошая погода живописные холмы отличный день чтобы замутить кулеш и вот эти блять и вот это небо похоже на тетрадку блин так и не хватает эти сейчас просто азбуку прописывать огонь есть казан есть стакан воды есть свежеподстреленная дичь тоже есть спящий рядом дитина есть охапка дров и кулеш почти готов для атмосферы остался где жопа кошки вас только пыхнуть но махорка предательский закончилась и только небольшой столбик дыма вселял надежду на то что где-то там сидит старый торговец нюсом который по любому и табачком и поделился ведь он один на их трое не дожидаясь товарищи ока драпанул к деду но вместо старого его там поджидали крымские татары которые угнали коротышку грай и тур такие пустились в погоню за крымцами выследив куда иноземцы выкрали ока грай придумал как по стелсу спасти товарища спрятавшись в рыбе и все шло как надо но тур внезапно и рыба не трожь и пошла жара местному визирю не очень понравилось то что здоровенный казак наводит суету на его базаре он поспешил присоединиться к замесу тем временем услышав локальный казачий саунд грай воткнул охранника и казаки на плюс морали сами выбрались чем прикольно как они найти вот выкручиваясь в отношении визуал и знаете бюджета воткнул охранника и казак то есть по факту они вот такой максимально простой но приятный штриховкой просто зелено точнее желтым фоном вот так вот сделали такую пещеру вот кто-то скажет что типа это лень а я скажу заебись и на плюс морали сами выбрались из ямы на радость игра и ока даже поцелуй брежнева за косплеили остается только вопрос зачем татары собирали казачьи гарем найдя оружейный склад и напихав охране в глотке тунца ока прозваны так заметку и стрельбу отстреливает туру я веревки которыми его скрутили после чего вся казачья братва устроила татарам но в последней бочке создавали казаки и за такой креатив они получают 12 из 10 на кончике шашки плюс халявный снюс кулей аж кстати все равно нифига не приготовился так что получается весь экшон успел случиться в пределах одного часа и мы резко переходим ко второму эпизоду о приключениях казаков на футбольном поприще также резко как это сделал киев научфильм сменив стилизацию мультфильма теперь все более цветастая насыщенная и менее контурное небо река леса и только казаки будут выглядеть так будто они из гетто не грозит казачьему холму гоняй мяч у себя в германии как раз туда и отправляется козу смугленькие хули нет дачки 3 у плюс еще несколько чубчиков впечатлившийся игрой англичан и вот по выстрелу из пушки ну как сказать не столько легкий вайбы сколько бельницу уверен смотрел эти мультфильмы вдохновлялись некоторыми деталями игра началась немцы сразу выстраивают непробиваемую стену и просто дали одно случай один случай когда у тебя такие локальный сценарий на 11 мультиков короткометражных а другое дело когда у тебя брать уже 11 поводометража который уже а да в этом же году этот пятая часть его от иван царевич уже выходит они когда 5 казаков своей мощью я уже не говорю о силе удара по мячу сравни с пушечным выстрелом оля немецкий маус и музычка подчеркивает их настрой ну что может сделать их еще эту мучку никогда не забуду но реально прям в голове осталось что купим угрожающее вот как эти к ровное копье который сука не останавливается более устрашающими после первого пропущенного пола казаки берут инициативу разыгрывая мяч но рыцарская многоножка неприступна казалось бы казаки нахер переворачивают игру используя слабость противника который вышел на футбольное поле в чертовых доспехах забивают два гола и дальше на пути у них франция родина мушкетеров почему которые потом был полноценными героями следующей части они все одинаковые и почему они все рыжие блин и как будто попал семью уизли или как будто в стрит оф рейдж играю хотят даже там вот эти говнори с разным цветом волос были короче пока походу в моде были рыжие казаки моде были рыжие парики таки бегают как в жопу ужаленный франсуа плавно и неспешно открывают счет казаки поняв что обычная распасовка тут не роляет законтрели тягомотный минуэт исполнением гопака 1-1 очередь французов разыгрывать мячи не музыка конечно решает счет 21 и на пути у казаков остается только битва за кубок англии и снова туманный альбион и блин не знаю забавно то что по факту они решили изобразить все поле в гребанных лужах они блин вот таких вот около купальных костюмах с зонтиками и в таком знаете похоже больше не на стадиона на замок по казаков уделывают в сухую несмотря на то что идет дождь счет 3-0 и снова они переворачивают игру перевернув облако ударом меча не бака фича таким образом поле высыхает и у казаков начинается своя игра которая больше похоже на серию пенальти забрав кубок у английской королевы дата у той самой гордой походкой казаки вернулись к себе на холм но что еще важнее в этот раз кулеш был готов следующий эпизод один из моих любимых если не самый любимый серия про спасение тяночек сильнее всего отложился у меня в голове и именно такими казаков я и запомнил анимация стала немного детальнее и казаки перестали быть ariel black плане диалогов концепция не поменять ну как сказать просто девчоночка смуглянка стала более яркой ну и блять кстати тут соглашусь серия классная минимум по одной причине какие же здесь шикарные приключения вот просто дух не знаю за что я люблю казаков даже не столько за их вокалий с некоторых моментах а именно за приключением что они спокойно могут пойти в древнюю гресу древний египет устроить там какой-то знаете что-то быстро но веселое показачья как говорится только вместо волшебного зелья у них как говорится смекалка силы ну и вкусный кулеш который валится но вначале разбойники исполняют песню о том насколько они пиратские пираты и показывают что рояль у них тут не шутки ради пока наши герои спали красавец крутили как хворост и погрузили на корабль оставив казакам небольшую пасхалку о том что случилось раздуплившись казаки пустились в погоню а пираты тем временем грабят все что у них на пути а на пути у них греция центр обогащения культуры и поклонение богу качалки где одна половина слушает граммофон а другая созерцает все прелести тру джим разглядывая пираты в надежде обогатить свой культурный код подчистую обносят представителей эллады и далее на очереди египет где по дефолту все угловатая и сфинкса подобное пакеты для молока верблюжий горб даже я даже не знаю что-то ручной сфинкс заебись вы люди питомцы и все это в профиль бандюшки по-быстрому наводят шухер и последняя точка на их туркарте индия родина шахмат все идет и не знаю почему это локация в индии у меня вызвал куда очень странное ощущение только эти одновременно меланхоличные куда за этим вводящие в транс что правильная идея не ну понятно что то есть все происходит ночью очень медленные такие размеренные движения шейхи там играют на сване в шахматы и вот этот вот монах который медленно медленно превращается в такую энергию я не знаю как написать это очень странное чувство очень такое прям погружать на гипнотическое их там чакр и йоги например вот это асана называется когда пытаешься найти удобную позу для сна и тут пираты тоже покутили на славу слона навертил статую шивы на металл размотали раджу в прямом смысле слова уперли ковер без которого индус не индус вообще и наконец пришло время финального батла в логове пиратов ока и тур как обычно в голос но край намекнул что лучше по-хитрому наиграть пиратам пару аккордов пока они в запое перекрасились полоску достали инструменты так стоп чего за почему они их именно оттуда достать ну потому что карманы большие вы недооцениваете силу шаровар ладно дудка типа инвентарь качка может быть достаточно глубоким но барабан в общем оркестр набирает обороты сначала бодрячок потом медлячок в конце ага заманили пиратов яму угнали уже второй корабль спасли девчонок счастливый конец по идее следующая серия должна называться как казаки перекупами были но как казаки соль покупали и нет это не приключение казаков питере в этот раз они замутили борщ но ясно что очень люблю это не гускую хату и соли это просто овощи в воде так что нужно двигать на ярмарку чумаков тоже соли не мат так как их гоп стопнула другая банда кладменов и казакам нужно как-то это разрулить нашли логово рыжих нашли соль можно ехать но так и не понял вообще это какой-то похуй богатый барин или кто общих обокрал просто обычных торговцев нахер обокрал какой-то хрен из поместья чё за беспредел хотя вот чумы блять удивляюсь камон так ведь неинтересно пока бандюшки видят третий сон коротышка подрезает порося и устраивает безобидный пранк усатый таких приколов не оценил и завопил как душевно больной мужики решили его потушить но соли были использованы по назначению и вода быстро закончилась после чего его попытались утопить но этот говнюк не тонет мать твою за ногу почему это выглядит не как проженные штаны а как волосатая срака несмотря на то что пана потушили гореть он не перестал пранк вышел из-под контроля и усатый погнался за казаками воспламенение очка дошло до финальной стадии когда рыжему отстрелили усы и саблю и тот кто добавил эту озвучку реально гений как будто посадили кого-то из дурки и заставили смотреть новых казаков ладно это вперед забегаю в итоге сил довезли а разбейники получили то что им причитается еще раз надо среднем серии выходили каждые три года и в целом подавались просто как отдельные эпизоды но вот это как будто является продолжением предыдущей как казаки олимпийцами стали солевые приключения наконец закончились можно и борщ доварить соли то теперь вообще балдеж а тем временем на другом конце земли гром деду не дают покемалить алкаши у парадной и освещение во дворе тушил и водой разгонять пытался все без толку а пофиг а почему а потому что во всем виноват арес поэтому зевс покумекал думал казаки может зашибись а в итоге пришел высый белый хрен с атуировками а может у него просто шконка неудобная он же тупо на каменной плите лежит гений мысли обогрома пыхнуть да чуть не придумал клауд чейзинг но вовремя одумался замутил олимпийские игры казаки тоже в стороне не остались и как обладатели кубка англии решили и к олимпиаде подготовиться вон туруч даже где-то между кадрами усы прошляпил секундочку а что если а блять а реально куда усы-то прошляпил по ходу аниматоры дашка забухали не пожалуй так лучше не делать вот эти есть вещи которые лучше не менять вот усы казаков это святое даже блять не трогать вроде как уже все норм можно и на боковую но марс опять суету наводит вообще богом войны в греческой мифологии был арест тогда как марс был богом войны римского пантеона но блин кого это вообще колышет может это действительно марс и он просто пытается под насрать попав незнакомый пантеон слышала я тут про одного кратусом сделать блять знаете чё ребят я вот реально представлялся что будет если кратусу отбородки оставить усы в пизду блять вот шо за хуйна я хочу купить балу колу и чипса него шо за хуйта а я не понял это шо такое такого в общем где звонит на этаж ниже и марса запихивают в карцер но шоколад ни в чем не виноват и он просто сруливает думаю не стоит удивляться что из адской канализации там была шикарная шутка про царя сизифа вот этот вот это было заебись блять я чисто с этого прям угорал потому что я в период когда смотрите мультики очень угорал по греческим мифам и вот когда он блять буквально сизифа который сраный камень таскал посадил на кровать и он такой наконец-то я не задержал голосе ну блять отцы он попал на казачий холм тем более что и казаки не особо удивлены что вместо черепах тинейджеров истоков выпал сбок войны ребята сразу решили надрать ему жопу в олимпийских дисциплинах сперва марс был попущен грайм сломав меч об чугунок который не один год кулешом закалялся вот именно сила кулеша или уже тур устроил ему реальный гачегазм тут у меня не ребят извините мне по-моему реально аски вайбы 12 подвигов астерикса даже не столько из-за какого-то как сказать из-за целой всей концепция просто почему-то из-за меня вайб такой сильный язык написать под конец осталось набить марсу хлебоч на боксерском ринге и против таких пулеметных ударов тут вообще без шансов таких ударов боялся райден таких ударов боялся сенатор армстронг таких ударов даже боялся ах наш замечательный кири казума просто легче ну чё вы хотели дракон доджима нет вот он ого казахский дракон для коротышки не без помощи тура конечно но вояка все равно никому не нравился так что на него всем пофигу собственно как и на остальных участников олимпийских игр казаки чемпионы эпизод про мушкетеров интересен не только тем что в нем появился закадровый голос расписывающий нам задел на будущее приключение самое смешное у меня было очень забавная история с этой серии фишка в чем мне купили кассету которые серии заканчивались на этой иначе самое смешное на моменте с объяснением этом кардинала кардинала подслушал план то есть первые буквально минуты мультика все обрывалось нахер то есть у меня было несколько серий и было вот эта серия и все я не буду дальше посмотреть и только потом спустя год мне подарили дивиди на котором были все серии я первым что я сделал я посол нахуй все что там было то что там была серия мадагаскара тоже там еще что-то было там по второму дагаскар было на этом диске я послал все нахер а просто сразу включил и сразу подрубил серию про мушкетеров почему потому что я ждал этого целый год но также тем что у нашего трио появились французские аналоги тур очевидно портос бесстрашные юрки о как д'артаньян аграй тащит за двоих зато саяра миса полагаю в казачьей версии мушкетеров вызвали кумыс шангыс и барбары в общем голландский принц хочет в жены восточную сладость королевских кровей за советом и помощью он обратился к своей августейшей тетки королеве франции королева вызывает своих верных мушкетеров и посылает их секретной миссии далекий и опасный путь ладно дальше я сам но на самого принца есть планы у французского кардинала который как будто сбежал из бразерхуда и который будет наступать на пятки нашим героем почти всю серию после визита к принцессе которая довольно специфично нарисовано мушкетеры при помощи авиакомпании ковер airlines направились с подарком обратно но дырявый ковер лететь не хочет пришлось приземлиться у казачьего холма ну шо делать над помогать раз мы так похоже считают казаки и увидев пиратов все предпочли все кроме играя он по своему обычаю предложил стелс-план девушки сюрпризом почти не вызывали подозрения но внезапно огромный мать его сундук заметили и тамплиер дал команду в погоню сама то есть кардиналову его солдата вообще было пофиг что у них казачьи дамы с усами и бородой то есть типа французский и почек кардиналу его армии нравится блять девушки сюрпризом маты не осуждают погоня это какой-то сюр в хорошем смысле сначала лодку загнали в камыши подожгли но казаки их французские аналоги тупо не горят и после минуты молчания с божьей помощью они выкрали кардинала в качестве выкупа предложили миллион денег но из-за портоса жирдоса тамплиера поменяли на закусь к пиву а после обмена лодку проглотил моби дик обычно в таких ситуациях нажимают фку чтобы отдать честь но ока раскуривает завалявшийся беломор канал и кит испугавшись импотенции безысходности катапультирует ребят куда-то на южный полюс как вдруг айсберг потопивший титаник сбивается с курса и херачит напрямую в корабле ничто не способно его а также просто главный герой а чё главный просто течение гольф-стрим и он с ними еще кто-то не могу разъедить не стой короче сев на эти французы эти казаки вообще ничего не нравится в этом это просто другой украинский путь если вы будете так злиться на все у вас будет импотенция и конечно же сгонят нервные клетки нет рак жопы будет у вас если вы будете пиратом мели шароваров качка делают воздушный шар благополучно прилетают паркуют лодку на крыше и дарят ларец который судя по сюжету нужно было доставить любой ценой кстати в нем были тюльпаны а потом ока просто притащил шахеризаду царевичу казацкая магия вот так неожиданно вы можете спросить откуда такие красивые цветы нет я бы хотел спросить а чё сразу то не отослали принцессу ковровым авиарейсом и никакие казаки тут не нужны были бы а в чем тогда смысл а ну понятно просто с моего дивана концовка кажется немного обесцененной но придирки придирками а серия все равно топовая наравне со следующей как казаки на свадьбе гуляли этот эпизод отсылает нас к вечерам на хуторе близди коньки гоголя да и в целом что это что следующие эпизоды выглядят довольно сюрреалистично какая-то нечистен инопланетяне еще ладно но вот на свадьбе следует очень много вот этого знаете славянского поликлора и мифологии с этими чертями с этими непонятными существами вот который заманивает путников правда это что-то с чем планетяне ладно давайте пока начнем с чертей в общем снег рая и ока нас службетчат к серии про пиратов как бы показывая что финалом спасения казачьих стала большая двойная свадьба после которой длинные коротки сформировали крепкую ячейку общества смысле каждый со своими женами да тур от такого расклада мягко говоря приуныл но ненадолго потому что на горизонте замаячила краля его сердце да вот так все просто и поэтому отправляется за сапожками на ярмарку но вместо нее попадает в корчму где по ночам собирается всякая нечисть заливать сливы и рассказывать невыдуманные истории о которых о круто вещь чем забывая невозможно молчать главный черт предлагает туру топовые черевички в обмен на его душу сразу вида типичного авито торгаша который вместо обмена на деньги предлагает какую-то херобору следом подоспевшие игра и ока видя что товарища надо спасать переодеваются в смерть и как только главного беса сажают в бочку начинается настоящее уважение сыркину за охренительный ответ подставить монтаж вот монтаж и вот подстановка различных предметов очень органично смотрится прямо ладно может где можно при заказе делать русско тем не менее супырями разобрались бесовскую корчму демонтировали нашли клад и каждый получил то что хотел край забрал граммофон ока забрал алкаша тур залутал приданное думаю многим знакомо ощущение когда смотришь на что-либо и вроде все как обычно но при этом что-то не так вот у меня подобное ощущение возникло когда я увидел серию про инопланетян несмотря на то что эпизод делался той же студии теми же людьми все начиная сюжета и заканчивая музыкальным оформлением для меня выглядит как пародия на старые эпизоды рисовка не поменялась но от этого только грустнее становится ведь того абсурдного юмора за счет анимации в этой серии нет единственное что меня улыбнуло это озвучка второстепенных персонажей казаки просто показаны как большие молодцы решая помочь инопланетянам которые похожи на казачьи триу еще больше чем мушкетеры подобный ход в первый раз оригинально но во второе это смотрится просто как недостаток идей либо же как надежно проверенное решение ведь тогда людям зашло можно снова отправить героев по разным странам где они ради помощи инопланетным гостям и войну в болгарии остановят и водопровод в богемном риме проведут и на костре их чуть не сожгут а в итоге все это путешествие просто пердеж в лужу ведь оказывается решение проблемы было на поверхности но хоть подарки залутали зажигалка для ока которую он не сможет заправить еще несколько десятков лет для грая стетоскоп тур получил бур и и все и все я как бы серия прикольная но да небольшой остаточек остается от того что она будет сказать даже не то что никакущий она будто ни к чему не ведет знаете когда самая бесконечная лестница то есть просто проходишь блин круг и ты не можешь найти какой-то знаете конец а если это конец находишь что он на кассы настолько легким что думал на хера вообще ходил кругами этот эпизод был последним созданным в ссср но последний эпизод сделано еще в знакомой нам стилистике умудрился выйти в девяносто пятом году усилиями студии украни мы фильм которые сформировали из останков киев науч фильма вышел эпизод про казаков хоккеистов я проглядел его на скорости x2 чисто для ролика и что могу сказать честно говоря потраченного времени жаль телескопе знакомые но больше смахивает на микс братьев пилотов и пожилых казаков скажу так здесь проблема в том что видно что бюджет на ту самую анимацию того уровня правда не хватало знакомыми нам и музыкой под которую хочется набить пару портаков и взять в руки хлебные четки все какое-то дерганное тусклое и более того половина мульта происходит тупо в ночных сумерках как будто бледного пейзажа нам было мало сюжет ну он есть казакам должны были приехать канадцы сыграть в шайбу но пираты из третьего эпизода воруют канадскую форму и играют вместо них зачем-то проигрывают после чего их прогоняют если до этого у микрофона кого-то пытались утопить то теперь отчетливо слышны кошины и вопли ну а в конце перво очок борщичок и хой на воротничок старых казаков как по мне эта серия ясно дала понять что казакам пора на покой что не стоит портить теплые воспоминания всратыми ремейками но как показывает время у студии барабан свое мнение на этот счет как там говорится то что мертво умереть не может что мертво умереть не может но зато можно с двух ног втоптать это в землю поглубже и сверху навалить говны никто об этом не просил но в 2016 состоялось возвращение казачьего триона и красоты шо вы сделали с моими мальчиками это шо такое и я серьезно это физически больно смотреть и вы не поверите но рисовал это тот самый замечательный художник который рисовал и советских казаков все так же от руки только потом все это оцифровывалось и красилась на компе серия коротками но это кстати видно в общем прикол нарисован то неплохо но дело в другом покраска херня в чем магия того же например капхеда они также то есть от рисовали все ручную и а потом оцифровали и красили в paint ул сай то есть таком простом инструментарии просто все это красили вот посмотрите вот что это блять вот чё это такое это как будто реально знаете набросок который просто потом залили краской быстренько а в том же пентуса и просто выкинули и вы не поверите но рисовал и шести только потом все это оцифровывалось и красилась на компе серия короткометражек казаки футбол состоит из 26 двухминутных эпизодов которых грая тур и око путешествует по святым землям и играют в ногамяч с местными а также изучают культурные проявления тех или иных европейских стран или проще говоря обсасывание национальных стереотипов с участием казаков и все это к тому же до жути гиперболизированы если испания то футбольный судья торрера согревший быка на красную карточку хотя быки триггерятся не на цвета на движущийся объект если италия то обязательно гладиаторская битва рабов колизея ну прикол то что в оригинальных казаках тоже были стереотипы тот же туман альбино альбион в котором постоянно льет дождь и зонтиками с королевой те же например французы стереотипные эти мушкетеры дамы которые постоянно падают на руки немцы там суровые воинственные с кучей доспехов и прочего с этой максимально жесткой дисциплины и так что тут скажу спорно одно дело когда найти это не выпячивается до предела не превращается куда знаете стереотип там адский стереотип если бельгия то статуя писающего мальчика и когда я говорю про гиперболизацию то я имею ввиду вот это типа в брюсселе есть просто статуя писающего мальчика но когда туда приезжают казаки он будет стать как избран спойта удивительно что не кипятком некоторые эпизоды вообще понять невозможно если вы без шизофрении и увидев все это я подумал о том что это не может быть просто мультфильмом но нельзя было так халтурно это сделать вырвиглазно контрастность цветов смотрится так будто нарисовано это в пейнте анимировано в вегасе судя подерганная местами просто мерзкой анимации но над усами ока карпели всей студии тут видимо уже подрубили автор эффект с отрисовали каждый фрейм чтобы его усы перманентно развивались как тентакли из кентай порева помимо той что подогнано под тематику разных стран тут херова гора других коричневых звуков зачем было вот это озвучивать почему серии двухминутные то есть не спасибо конечно что не больше по моему это вообще единственный положительный момент но меня не покидала мысль о том что по уровню качества это больше смахивает на какую-то стрёмную рекламу и я почти угадал как оказалось изначально этот позор задумывался как эпизоды презентации стран участниц европейского чемпионата по футболу 2012 с участием казачьей банды но поскольку такая реклама и задаром никому не нужна идею отложили до реализации в шестнадцатом году а после реализации было заявлено о начале производства контента по казакам фестиваль кринжа продолжается и в 2018 студии у краним и фильм было выпущено три эпизода по 13 минут о приключениях казаков в индии америки и австралии миленько блять уже чувствует а неплохо стивили волнули бикс ладно он неплохой да чувствуете этот запах абсолютно также нарисовано но да ладно хер с ней с рисовкой абсолютно также нет никакого смысла в происходить ребят я конечно понимаю что есть какой-то предел но может не стоило приносить казаков современность ась просто честно знаете на что это похоже ребят но эти дешевые детские анимации которые затем выпускают тому с из разряда человек-паук и эльза против джокера и злого бэтмена то есть это вы для на какая-то детская анимация сделана для малышей которые напишут на свои дайте там клавиатурки или на телефоне мама дала мультик мне понравилось лайк в советских казаках у них хотя бы была адекватная причина попадания в чужие страны выслеживая пиратов похитивших девушек ребята попутно натыкались на страны которые разбойники грабили в футбольной серии путешествия по странам с футбольными наклонностями само собой разумеется да даже в эпизоде с пришельцами смысл был ведь казаки в порыве альтруизма пытались найти в разных странах масло для летающей тарелки тут же они просто копали колодец и попали в муриканию а там что а там стереотипы тоже еще голливуд индейцы колдуны гамбургеры так и живут потом их холм затопило и око уносит ветром но граи тур спасают его и приплывают в индию слоны носороги не удивлюсь если это самец заклинание смеет дудка и конечно же шахматы если в советских казаках это забавно обыграно мол индусы настолько индусы что играют в шахматы верхом на слоне то здесь они тупо щелбанами сбивают ребята все понимаю но зачем можно же было просто сделать даже текстурку а грёбаную однотонный ковер почему это выглядит так шакально прядь курки пока магистр шахмат ока не учит этих неграмотных индусов правильной игре поклонение корове которая сосет что-то из ведра с такими звуками что у любого движ в штанах начнется но почему нельзя было сделать так хотя бы я не против стереотипов просто меня бесит как они здесь обрыганы сука они вообще не заморачиваются в эпизоде про австралию используют те же кадры с туром готовящим похлебку даже на святое посягнули сделали из штанов воздушный шар из глав героев каких-то дегенератов если раньше ока был бесстрашным до теперь он стал малолетним дебилом играя все время будто обкуренный видимо обучая индусов йоги нащупал свою чакру а тур все время что-то жрет как с голодного края бургерами что ли не наелся круто они сделали персонажей которые так была своя индивидуальность сделали в тупыми стереотипами нахуя зачем у вас был готовый материал который можно было просто перенести даже не в современность но просто адаптировать отлично нахуя можешь было сделать ой даже проще с принести современные стереотипы в реале их периодов то есть условно как они были бертом в во франции 17 века также встречались там условно с эти представителями веков 13-14 это можно было обыграть как в астериксе то есть в стрессе когда оба обыгрывались многие вещи и современности в реалиях их времени их лица периода и это работало сука зачем нам эти трансформеры современные футболисты нахуя шо по австралии аборигены кенгуру и браконьеры а вы чё как-то иначе себе представляли да ну нахер именно так австралии выглядит короче показываю один раз биваешь поисковик с чем ассоциируется австралии на тебе изи сюжет гора улу руси дески театр там какой-нибудь осталось только казаков запихать не хотел это затрагивать но пожалуй стоит сказать что мое мнение о казаках советских или же современных не имеет никакого отношения к нынешней политической ситуации если мульт хороший он остается таковым в любое время и выражу наверное общее мнение сказав что казаки киев научфильмы замечательная серия мультфильмов которая конечно не хайпит как остров сокровищ но менее ностальгическая она от этого не стала а то что выпускали после ну а давайте просто сделаем вид что я вам об этом не рассказывал ух заебись за норда пиздец что же вот такие вот казаки классика которую я блять бусы на всегда я буду вспоминать казаков и никогда никогда не забудьте о впечатлении когда я вставлял кассету его стрелки виде и наслаждался этим мультиками раз за разом когда я честно когда сегодня снова существование этого богомерзкого продолжение которое не имеет права на существование больно как-то стал знаете от того что история которую можно было бессмертно с грамотным сценаристом продолжать пошла далекую звезду по факту формула простейшая которую можно адаптировать если у вас на руках есть грамотный сценарист на такое чувство будто им было настолько насрать что тут даже понимать туда же на банальнейших уровнях нельзя найти что-то хорошее рисовка просто пиздец сюжет это просто какой-то ахтунь блять даже самые хреновые серии знаете вот после этого я стал уважать мой нелюбимую серию с хоккеем которую я считал самый слабый самый хреновище даже после пиздец короче сыркин спасибо тебе огромное респект тебе и лайк вот прям уважуха мужик что разобрал это все такой приятной форме поддержим автор регионал его давайте закидываем лайками подписками всем что только можно не забывайте здесь подписаться поставьте либо лайк либо дизлайк на ваш вкус и свет само собой комментарии для продвижения ролика колокольчик дернешь чтобы не упустить новые видео и спокойной ночи дружки и пирожки